Начинается самое интересное. Как можно себе представить управляющие приборы, собранные из него? Сейчас на сладкое с вами разберем простейшую модель памяти. Но для этого надо сначала разобраться. Вот с чем. Попробуйте дать определение памяти. Что вы можете назвать памятью? Что это такое? Да. Какие-то записи сказали. Способность своей информации не находит в рейдер. Ага. Попробуйте избежать слова информация. Слово информация в современном языке превратилось в запринание. Его настолько часто говорят люди, которые не понимают, что это такое, что кажется, стоит сказать слово информация, сразу все объяснить. Способность сохранять что-то определенное время? Сохранять следы. Следы чего? Заменим слово информация на слово следы. Так. Память – это способность системы сохранять следы воздействия. То есть само воздействие уже кончилось, а система хранит следы этого воздействия. Так. Попробуем разобраться с некоторыми параметрами памяти. Обладает ли памятью только живые организмы? Нет. Ну, очевидно, нет. Компьютер обладает памятью? Да. Обладает. Хорошо. Обладает ли памятью глина? Да. Не обладает? Вы наступили на глину, следа не осталось? След остался. Ага. След остался. Обладает ли памятью гранит? Вода. Ага. Вы нанесли удар по гранитному луну. Теперь сравним память глины и память гранита. Скажите, пожалуйста, чья память долговременнее? Гранита. Память гранита. Но чья память пластичнее? То есть реагирует на более слабые сигналы? Память глина. Вот вы понимаете, у памяти могут быть самые разные характеристики. Какой силы сигнал вызывает след? Как долго след хранится? Какие воздействия могут трансформировать след? А у воды? Что? У воды. Ой, ребята. Я вас умоляю. Вся, весь этот бардак вокруг памяти воды основан на одной вещи, физически совершенно абсолютно правильной. Значит, причем мы это с вами даже рисовали, да? Значит, молекулы воды – это диполи? Это диполи, да. Диполи могут взаимодействовать к друг другу? Да. Могут. Могут образовывать самые разные структуры, самая устойчивая из них является страцилуэр. Все мы вот такие. Отлично. Теперь. Под определенным воздействием, допустим, при внесении определенного вещества в воду, или под воздействием электромагнитного излучения, или под воздействием изжатия, так можно повлиять на структуру вот этих образований диполи. Значит, воздействие уже исчезло, да? А вот эти компании молекул воды еще остались. В результате вода – вода – это, знаете? Да. А теперь расположим ее в цепочке. Гранит, глина. Как по вашему, по долговременности. Чья память дольше? Я уже спрашивал вас, гранит или глина? Гранита. Гранита. А память воды дольше гранита, дольше глины? Или меньше гранита? Столк. Обязательное требование. Ответьте, почему? Ну, потому что при сиялищем воздействии, там, к какому-нибудь 70-80. А почему? След на граните останется неизменным. След на глине проще затереть. Чтобы прочнее. Прочнее связи. Скажите, пожалуйста, память воды на каких связях основана? Да. Характер связи. Водородная связи сильная или слабая? Профессионные слабые связи известны. Поэтому какая память воды? Скажите. Ребят, доли секунды. Память воды есть, но она вся стирается за доли секунды. В хорошем случае за полторы-две секунды. Это такая могучая вода, которая долго хранит. Отсюда все разговоры. А гомеопатия, основанная на памяти воды, внесли молекулу, вода запомнила и дальше будет вас исцелять. Да? Значит, она не будет вас исцелять. Она будет способствовать перекачке средств из вашего кармана в карманы тех людей, которые рекламируют препараты на основе памяти воды. Еще раз. Память воды, конечно, в табличках в этом случае надо термин брать. Явление физически осмысленное, но попытка приписывать ей чуть ли не способность человека вспоминать то, что было миллионы лет назад, ну, это является просто нормальным, таким нормальным, тяжелым клиническим бредом. Это уже случай, когда надо к психиатору, а даже не к терапевту. Так что все разговоры о памяти воды давайте мы заскопкиваемся. Хорошо. Ну и давайте к нормальной памяти. Итак, память способна системы сохранять световое действие. Попробуем на основе нейронов создать самую простую схемку, обладающую памятью. Итак, у нас есть рецепт, который принял некоторые сигналы. Теперь, задача, чтобы эта система сигнал запомнила, то есть сохранила. То есть какая ситуация? Сигнал уже перестал действовать, а система продолжает о нем помнить. Вот, эта задача решается вообще на полпинга. Ставим нейрончик. Вот пошел его аксон. Идет он к мышцам. Вот мышцы. Прошел разовый сигнал. В ответ на этот сигнал аксон подал одну единственную команду на мышцу, и мышца дернулась. Теперь, допустим, нам надо, чтобы мышца в ответ на разовый сигнал не просто дернулась, а долго оставалась сокращенной. Делаем элементарную вещь. Берем, отводим коллектораль этого аксона и разворачиваем обратно. Петлю делаем. Значит, в результате, вот у вас идет спайка. Вот идет волна спайка. Ясно, что он не может вернуться. Значит, он ограничен рефракторностью. Дальше пошел сюда. Дошел до разветвления коллекторальна. И дальше пошел сюда и по петле. Пока возбуждение дойдет до нейрона. Рехракторность кончилась? Да. Рехракторность кончилась. Период-то коротенький. А это значит, что в этой точке будет вызван новый спайк. Да. Будет вызван новый спайк. Сигнал пошел опять. Дойдя до этой точки, опять разветвился и пошел обратно. Пришел обратно, мы получили вечно хранящийся сигнал. Отлично, а это все? А мы не слоили? Не, 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 не. Мы получили сведенные судорогой мышцы. Ну, потому что сигнал, на самом деле, очень быстро идет один на другой. Мышцы не успевают расслабиться. Ну, то есть, что-то там во внешнем мире хрюкнуло, и в ответ на это у нас все сразу свело. Это нормальный, блядь, это поведение? Нет. Нет. Так что на такое хранение информации неплохо бы найти какой-нибудь укород. Как можно остановить срабатывание системы, чтобы она не бесконечное время хранила информацию, а, допустим, хранила нужное время, а потом отключалась? Может, и мне другой информации? Может, и сейчас флору? Как можно такое разумеется? Что делаем? Ставим здесь тормозный герой ручек. У ПТ они отмечаются. Допустим, в ответ на вот это внешнее хрюканье вы должны сжать руки и держать их сжатыми, пока не устанете. А вот когда устанете, что сжатыми надо сделать? Оторвать. Оторвать? Это хороший выздох. А еще? Расслабить. Расслабить. Мы рядом с этой мышцей ставим, грубо говоря, рецептор усталости. На самом деле, что такая усталость, прямо сейчас и разберемся с вами. И что за рецептор реагирует на ваше утомление? Так? Вот если мы здесь поставили рецептор усталости. Мышца устала. Рецептор возбудится? Да. Ага. Вот его связь. Значит, этот рецептор возбудит тормозный герой? Да. Отлично. А тормозный герой связан с вот этим ведущим. Под воздействием тормозного герой. Что произойдет с ведущим герой? Водопустим. Что произойдет, если солдат пришел в эту точку, тормозный герой? На следующий сигнал ответит он или нет? Нет. А если он не ответил на следующий сигнал, то есть вот этот сигнал не прошел, то будет ли продолжаться сокращение? Нет. Все, мы остановили процесс. А теперь, что такое утомление? Утомление достаточно простая вещь. И надо сказать, что любые варианты нервного управления, вот когда нервные с тем что-то регулируют, всегда и без исключения регулируются, вот над ними есть регулятор, который называется процесс утомления. Представьте себе, что мы купили исключительно дорогой, до предела навороченный компьютер, который умеет все, вот просто все. И в качестве радиостанции работает, и в качестве приемной системы работает, массивы данных обрабатывает гики, используя ключевые программы, которые там стоят, нужно хакнуть любой вообще сайт, сети, и так далее. Вот такая могучая система. Плюс, к этому, он гладит вам брюки, готовит завтрак, проводит у кого-то в комнате. Ну, вот такая могучая система. Подождите. Отлично. Вы его включаете в сеть, а в это время в сети, у нас же советская сеть, да? Ага. Пиковый скачок напряжения. И что с вашим суперкомпьютером? Да. Он спокойно отдает Богу душу свою электронную. Обидно, да? Да. Да. Значит, поэтому в любой сложный девайс какую деталь-то вставляют? Предохранитель. Предохранитель. Что такое стабилизатор, это отдельная вещь. А предохранитель, это вообще очень просто. Что такое предохранитель, на чем основная идея предохранителя? Допустим, в электрической системе. Ну, в электрической системе, там слабо плавка, такой легкоплавкий, такой метал. То есть, на самом деле, предохранитель, это просто самый слабый участок системы. Да. Если нагрузка становится пиковой, то какой участок системы первым разрушает? Он. Предохранитель. Стоит он копейки. Так? И если в сети пиковой сбой напряжения, то кто первым сгорит? Предохранитель. А когда он сгорел, что у вас с напряжением на компьютере? Отрубилось. Отрубилось. Ваш дорогущий, любимый девайс пострадал или нет? Нет. Не, не пострадал. Вот это и есть идея предохранителя. Ну, и давайте подумаем. Наше поведение управляется мозгами. Мозги там набороченные на пределы. Жутко дорогие для организма. Так? Требуют глюкозу, требуют кислород, требуют защиту. То есть, организм обходится очень дорого. Так? Что будет, если заставить нейрон гнать до бесконечности один спайк за другим? Что произойдет? Для создания спайка энергия нужна. А зачем она, кстати, расходуется? На что расходуют энергию наши мозги? На работу калинатриевой оттепозы. Ведь каждая пропроска йон по две стороны мембраны, поляризация мембраны, это энергозатратный процесс. А если вы отключили подачу энергии, то все у вас все стало. Нейрончик еще жив, но он никакого спайка не генерирует. Идея-ка понятна? Отлично. Хорошо. Вот если мы заставляем нейрон работать по мукомрачению, то возникает очень серьезное опасение. Во-первых, выйдет и строит вся система самой атериофазы, и будут подорваны энергоресурсы нервной клетки. В этом случае, даже если она не погибнет, сколько времени ей восстанавливает собственный ресурс? Исключительно долго. Как? Значит, хорошо. А мышечная клетка? Вот она, в конце мышечная клетка. Именно благодаря этой клетке мы с вами рукой дергали. Что будет, если мышечная клетка до бесконечности напряженная фармя? Даже не в этом дело. Ребята, давайте смотреть, а энергия-то в каких органоидах клетка вырабатывается? Вот от этой синтетируется. Где? Клетка. Где конкретно? Клетка. В метакондриях. В метакондриях при своей работе окисляют, допустим, глюкозу. Что получаем в результате? Ну, получаем СО2. СО2 и АЖ-2. Если клетка работает беспрерывно, что с концентрацией СО2? А, слишком высокая. Возрастает СО2, растворился в воде. Что у получили? Кислоту. Угольную кислоту. Что у вас с pH? Все. Это кислота. Как отреагируют белки и клетки на скачок pH? Плохо. Они изменят конформацию. После того, как у вас произошло общее изменение конформации белков. Что это значит для плетки? Смерть. Это значит приберут. Да? Потому что у вас нарушился нормальный порядок работы ферментов. Нарушился нормальный порядок работы рецепторов. Нарушился нормальный порядок работы транспортных белков. Ясно, что это допускать нельзя ни в коем случае. В результате, да. А там не дышим, а мы же выводим? Выводим. Выводим мы через легкие. А чтобы попасть в легкие, СО2 еще должен дефунктировать из цитоплазма в межклеточную, из межклеточной плазмы крови, и только с плазмой крови попасть в легкие, и там дефунктировать из плазмы крови в дыхательную воду. Скажите, процессы диффузии бесконечно быстрые? Нет. Нет. В жидкой плазе они, конечно, достаточно быстрее, чем в твердом теле. Но скорость у них вообще граничная. И если у вас очень большое количество... А дело в том, что мышечная грядка, так же, как нервы, просто набитыми в таком грядке. Им надо море энергия. И если они постоянно работают, то масса выделяемого СО2 такова, что он просто физически не успевает дефунктировать никуда. Он, конечно, дефунктирует, но пиашек при этом все-таки столкнулся. А это значит, изменился режим работы полутора. Ясно, что допускать этого нельзя. В систему надо где-то ставить предохранитель. Подумайте, где предохранитель. Но в мышце. Вот система перед вами. Какая ее часть? Да, как и называется утомление. Принудительная остановка системы. Просто отключение ее. Просто что является предохранителем? Он изменится информацией. Какой конкретный? Ребята, все проще. А, которая вот эта. Принимайте в одном. Какая главная деталька, благодаря которой можно информацию обрабатывать? 15 минут назад говорили. Обладает характеристиками полупроводимости. Какая деталь? Бляшка. Бляшка. Бляшка какая? Синоптическая. Синоптическая. То есть, на самом деле, даже не сама бляшка, а весь синоптический цирюхон. А скажите, пожалуйста, а запас медиатора в синоптической бляшке бесконечен? Нет. А на каждой спайке медиатор тратится? Да. Ага. Раме Ликозен, что происходит? Синоптическая бляшка. Синоптическая бляшка кончится. Медиатор кончился. После этого можно ли провести следующий сигнал? Нет. Нельзя. Как раз принудительная остановка. Принудительная остановка. Стоп. На самом деле, я крайне упростил картину. Потому что хороший физиолог вам тут же сказал. Ну-ну-ну, только не надо грязи. Значит, на самом деле, синоптические щели, транспортные отделки, большую часть медиатора вернут обратно в бляшку. Так? То есть, реально, вот этот процесс блокировки сигналов происходит сложнее. Но реально предохранительным является как раз синус. При слишком длительной работе системы сигнал перестает проходить в зоне синуса. Мы это с вами называем утомление. Так? Наблюдать принудительную остановку процессов, в общем, можно. И даже относительно безопасно. Хотя для, так сказать, сценической образности я, как всегда, такую яркую модель приведу. Значит, допустим, я взял над ущельем Модяновых канатов. Ущелье глубиной в десятиэтажный дом. Там внизу ущелье скользкие гады и острые камни. И всех я вас взял, подвесил на этом канате. Вот так вот вы висите. Значит, под вами 20 метров, а внизу скользкие гады и острые камни. Вам вниз очень хочется? Нет. Нет, не очень. Сколько времени вы провисите? Время до сих пор. Вы не очень долго провисели, а дальше вам закончится вниз. Нет. Нет, не закончится. А почему же ваши руки разогнуты? Силы и пальцы. Ну, вот, все, встало, что происходит, ну, там не есть. Все, мы не можем. Вот это и есть принудительная остановка проведения сигнала. Вы изо всех сил хотите дальше держаться. И, несмотря на это, пальцы ваши все равно разжаются. Правда, учтите, что в шоковом состоянии иногда у человека срабатывают, так сказать, сверхвозбуждения. Но вот эти феномены перекрытия обычных порогов мы здесь с вами смотреть не будем. Они тоже хорошо известны. Если у них висит там два раза больше человеческого состояния... Бывают случаи, когда человек при катастрофе, допустим, мост рухнет, так, значит, и тетушка с 20-летней домохозяйкой, вцепившись двумя руками в арматурную, провисела три часа, и через три часа ее сняли спасателя. Причем, когда они ее снимали, ее пришлось удирать от этой арматуры. В конечном итоге просто обилили болгаркой этот путь. Значит, потому что пальцы оказалось разжать нельзя. Как будто она сама не могла хотя бы? Нет, не могла. Не могла. Не могла. Процесс вышел из-под контроля. А лучше сколько мы держим? Зависит от степени тренированности вашего тела. Прежде всего, от степени развития сосудистых путей в мышцах, от степени кислородоснабжения, от силы вашего сердца. То есть, от того, что называется физическая тренированность. Ясно, что физически тренированный человек провисит подольше. Нетренированный у него раньше все работают. Ну, минуты две с половиной, три провисеть можно, четыре можно, пять уже очень трудно. Ребята, вот не обязательно для этого пропасть. Ну, найдите где-нибудь турник. Здесь, во дворах, есть турники. Ну, просто ради интереса. Повисите и повисите. Пусть знаете, сколько вы выдержите. Это безопасный эксперимент, ничего плохого не приведет, учтите. Если вы до предела, вот так, до предела висели, скиснув зубы, весь следующий день у вас руки будут очень болеть. Можете бороться? Да не бороться. Так, слышали про кислородное и бескислородное дыхание? Да. Отлично. При кислородном дыхании, оно происходит в митохондриях, на что разваливается глюкоза при окислении? На СО2H2O. На СО2H2O. А в ходе бескислородного дыхания? Ну, не может бескислородная система полностью окислить глюкозу. Распадается каждая молекула глюкоза на две молекулы молочной кислоты. Так? На две молекулы молочной кислоты. Значит, что получается в результате? Как, по вашему, кстати, наше тело к бескислородному дыханию способно? Ну, есть места. Да не места. Абсолютно у всех живых существ есть механизм бескислородного дыхания. Он есть у псих. Почему при этом, если я заткну вам рот и нос, вам не хватит этого механизма для нормальной и счастливой жизни? Мало. Мало. Простой пример. Некий молодой человек живет на 10 этаже, и поэтому дома, конечно, на лифте поднимаются. Так? Если он вырвет энергогабель из блоков питания лифта и вставит туда пальчиковые батарейки энергайзер из своего плеера, лифт его куда-нибудь повезет. А почему не повезет? Он же подключил его к источнику. Мощности и источник не хватает. Даже для преодоления трения внутри самого лифте. Да? То есть, на самом деле, у нас бескислородный процесс получения энергии в пледе есть. Но их мощности хватает для поддержания наших жизненных процессов теплокровных живых существ. Нет, их не хватает. Значит, зачем они у нас используются? А используются вот для чего? Ну, допустим, на вас напал злой маньяк. И погнался. Вы бежите, он бежит, вы бежите, он бежит. Вы кислород расходуете? Вы бежите. Ага, он кислород расходует? Да. Он же бедолага тоже бежит? Знаете? Бедолага? Конечно. Ну, он тяжело работает. Да? И вы тяжело работаете. Значит, тратите глюкозу, тратите кислород со страшной силой. Энергии все равно не хватает, он догоняет. Неплохо бы дополнительную энергию подключить. Второе дыхание. Ага, второе дыхание. Откуда оно взялось? Что, он через новый дыр по кислороду пошел? Это гряд ли. Какие процессы подключились? Ну, наоборот дыхание. Анаэровное, без кислородное дыхание. К нему способны все грядки. Добавку энергии получить можно. А какой момент баса включается? Нет, оно не баса включается. Оно включается постепенно. Просто ощущение вот этого переключения у вас будет резко. Так, а само переключение происходит очень плавно. А когда же я обиделся? Ребята, давайте говоримся. Мы уже с вами про это говорили. Внутреннее ощущение того, что происходит, и физическая основа, это не одно и то же. Нет, просто когда этот процесс начинается? Начинается, когда клетка ощущает энергонедостаточность. В чем это выражается? Пришел очередной возбуждающий юрис, допустим, на клетку, а от этого нет. Так, в результате необходимый реакторный элемент. Произойдет ли планируемый сдвиг концентрации веществ клетки? Не произойдет. Вот такое нарушение планированной концентрации вызовет активацию новых ферментов. Каких ферментов? Анаэробных дохрений. Так, включатся процессы без кислородного расщепления глюкозы. За счет этих процессов прибавки вот эти пойдут? Да. Пойдут. Ребята, я крайне упрощаю. Вы учтите, а крайне упрощаю. На самом деле, конечно, все много сложнее. Так? Но общая схема выглядит примерно так. Хорошо. Но при этом, на что разваливается глюкоза? На СО2H2O или нет? Нет. А на что? А молочная кислота еще раз. Это какое? Какое в группе соединений? Кислота. А знаете, что с PH? Меньшим. PH подплыл. Белки отреагируют? Да. Отреагируют. Значит. Но вот это изменение плетка благодаря накоплению молочной кислоты на самом деле активно используется нашим организмом. Для очень простой штуки. Вы решили стать, как я не знаю, супер-звездой телеэкранов. Так? Развить гибкость у себя, до страшной силы там мускулатуру накачать. Я не знаю, честно говоря, что там еще требуется для звезды, но, допустим, вот это хозяйство. Отлично. И занимаетесь тренировками. Вот вы немножко потренировались и решили, что хватит. Завтра немножко потренировались, хватит. После завтра. Год вы тренируетесь. И что-то никаких изменений. Звездой не становитесь. Нужно вставать. А дело в том, что ваше тело не понимает, что от него хватает. После этого не хватает. Значит. Ну да, ну хозяин дрыбится, он до этого дрыбался. И теперь дрыбается разница какая. А вот если хозяин дрыбается настолько, что не хватает нормального кислородного дыхания. Так? Вот эту границу можно засечь, когда подключается без кислорода. Как эта граница рассекается? По повышению концентрации молочной кислоты. А, да. И вот тут тело понимает. Если хозяин подключил. Или точнее, если у него подключил власть. Система одноэробного дыхания. Значит, обычную мощность хватает или нет? И вот в ответ на это воздействие тело начинает наращивать мощность. То есть, на самом деле, тренировки, которые не приводят к утомлению и к мышечной боли на следующий день. Эффект какой-нибудь имеет или нет? Нет. Нет. А если у вас после тренировки ощущается легкая мышечная боль? А это значит, что ваше тело получило сигнал о том, что надо расширять систему кровеносных сосудов, тыри-пыри, пять пружин. То есть, надо совершенствовать систему для улучшения кислородных процессов. Да? К чему я это говорю? К тому, что если вы провисите на турнике, до самого не могу, и только потом упадете, у вас только молочная кислота за это время выделилась. Молочная кислота. Да. У вас очень существенные процессы пройдут в мышцах, и на следующий день мышцы будут болеть очень здорово. Ну, если вы действительно так себя напрягли из-за всех сил и долго держали от напряжения. И, допустим, тонкокоординированное движение на следующий день делать будет сложно. Ну, иногда даже писать там сложно. Пальцами держит ручку. Зато в следующий раз я буду висеть больше. Давайте подумаем. Если у нас есть желание не убить себя, не покалечить себя, а натренировать себя. Имеет смысл сразу прибегать к максимальным нагрузкам? Нет. Надо просто пересекать по границе, чтобы начинали. Общая идея тренировки достаточно проста. Так? Значит, первый принцип. Постепенное повышение нагрузок. Ни в коем случае не делайте резких таких шоковых действий. Таким образом, вы заработаете не улучшение мускулатуры, а грыжу. Или еще что-нибудь неприятное. Так? Значит, первый принцип. Постепенное наращивание нагрузок. И второй принцип. Постоянство. Так? Кстати, существует две немножечко разные системы тренировок. Раньше ее называли европейское и азиатское. Ну, сейчас, поскольку обе распространенные во всем мире, это уже, наверное, такое неправомерное название. Принцип какой? Значит, согласно такой классической европейской системе тренировок, атлет, который готовит всякое соревнование, а как делают? Значит, тренируется, тренируется, и старается предельных нагрузок достичь. Так? Значит, такой режим будет вызывать... Тело получает сигнал о том, что надо расти, надо усиливаться. Такой режим будет вызывать рост объема мускулатуры. И возникнет такой диагноз швак-снэкер. Вот так. Отлично. Значит, второй режим. Немножко другой. Человек сначала разобрался, какая нагрузка для него является пиковой. Ну, он там поработал, посмотрел, сколько раз принцип может отжаться. Выяснил, сколько будет. Отлично. А дальше, как выглядят, будут его нормальные тренировки. Он не пиковую нагрузку берет. Он берет 75% пиковую. Потом отдых 15 минут, потом еще раз 75% пиковую. Отдых 15 минут, еще раз 75% пиковую. Отдых 15 минут, еще раз 75%. То есть длинная череда субпиковых нагрузок с передышками. Вот такая система не вызовет рост мускулатуры. Объем мышц останется прежним. Что произойдет? А дело в том, что вообще-то наши мышечные клетки, как мы говорили, не могут слишком долго... Ребята, наверное, устали уже. Нет. Ну, давайте я, Пассаж, закончу. Нет, надо будет снять. Да. Значит, мы с вами говорили, что каждая мышечная клетка не имеет права долгое время оставаться сокращенной. Она себя отравит. Так, хорошо. А значит, как работают мышцы? Ну, вот мышцы. Вот они стоят параллельно друг к другу мышечные клетки. Никогда-никогда все вместе они не сокращаются. Если мышцы разрежут вперед, вот вы готовите мясо. Взяли в магазине, купили кусок, отлично, окорок или вырезки, не знаю там ничего. Так? Значит, вы знаете, что вообще-то на мясе есть пленки. Пасция. Угу, пасция. Соединенные тканные пакеты, которые упакованы деталями мышцы. Взяли вот эту мышцу, а оказывается, что внутри мышцы есть свои тоненькие пакетики. Вот так. Куда собраны плетки. А внутри этих пакетиков еще более тоненькие пакетики. А в результате пришелся главный сокращение мышцы. Все плетки одновременно сокращаются или нет? Нет. Нет. Участники этого пакета, участники этого пакета, этого, этого и этого. Полторы секунды выдерживаются сокращения. Через полторы секунды отключились. Значит, это что мышцы расслабились? Нет. Нет. Такое же количество, но другой состав перешел в возбужденное состояние. В результате нетренированного человека одновременно может сократиться, но максимум 15% в его мышцы накрывают. Вот ему кажется, что он изо всех сил напрягся. На самом деле 15%. Так, при азиатском способе тренировки, что достигается? Не количество участников, не вот такой толщины мышцы, а проценты одновременного срабатывания. Вместо 15% 30%, 33%, 35%. В результате, что с мощностью от такой мышцы увеличивается? Увеличивается. Увеличивается. Какую нагрузку на сердце, легкие почки, печень, ага. А если у вас вот такая мускулатура с высоким процентом, сокращающейся единицей, будет называться сухая мускулатура. Так? Соответственно, как мы видим, и при тренировках, возможно, разные подходы. Итак, давайте суммировать, давайте продолжить. Сегодня мы с вами разобрались с основами возникновения распространения и передачи нервных сигналов, посмотрели основу возбуждения торможения и посмотрели простейшим вариант системы обрабатывающих информацию. Называются такие системы будут нейронные сети. Для тех, кому интересно, могу дать домашнее задание, поиграть с нейронной сеточкой. С одной. Значит, скажите, когда вы идете, вот вы просто идете, так, вы задумываетесь о том, как двигаются ваши ноги? Нет. Нет. Действует автоматическое. Срабатывают на самом деле нейронные сети, регуляторы автоматических процессов. Значит, ну, ясно, что реальное охраждение у настоящего человека регулировать все-таки очень сложно. Мы с вами крайне упрощаемся с торцом. Допустим, для того, чтобы идти, достаточно делать одну вещь. Для того, чтобы идти, ему надо переставлять ноги. Так, для того, чтобы переставлять ноги, что должно происходить в коленном суставе? Периодически он должен сгибаться, а потом разгибаться. А после того, как загнуться? Согнуться. А после того, как согнуться? Попробуйте составить дома нейронную сетку, управляющую этим процессом. Автоматическим хождением. Чтобы сгибание сустава в дальнейшем вызывало его разгибание, а разгибание вызывало сгибание. Так, и чтобы процесс отшел автоматически, без всякого управляющего сигнала снаружи. Это, конечно, домашнее задание. Ноль, до сих пор на сегодня.